Здравствуйте, друзья и незнакомцы из интернета! Не будьте незнакомцами, становитесь другом и подписчиком этого канала. И сегодня мы с вами, со мной, я Майя, белорусская в Словакии, я также студентка 4-го курса медицинского факультета университета Каменского в Братиславе, Словакии. Я отвечу на такие два часто задаваемых вопроса касательно учёбы в Словацком университете и поступления в него, о которых, на которые я, кстати, отвечала уже вот в этом видео, но возможно из-за того, что оно вышло довольно давно, ну как давно, летом 2021 года, или по каким-то причинам, возможно, YouTube его плохо рекомендует, или просто люди его не замечают, пропускают, или думают, что оно касается поступления только на медицинский факультет, хотя, по идее, правила, которые я там озвучила, они подходят для поступления во все университеты, то есть, по крайней мере, на все факультеты главного Словацкого государственного университета, университета Каменского. Я советую вам его обязательно посмотреть, но здесь я что-то повторю, но главное ещё раз озвучу и отдельно, специально для вас, озвучу, какие же документы нужны для поступления в Словакии, и когда, до какой даты, когда дедлайн для того, чтобы послать свою заявку, своё заявление на поступление в Словацкий университет. Друзья, если вы, как и я, обожаете словацкий язык и культуру Словакии, и хотели бы переехать в Словакию и поступить в Словацкий университет, но весь этот процесс кажется вам очень сложным, и вы не знаете, к кому обратиться и с чего начать, то я могу смело порекомендовать вам фирму Камстари. Переходите по ссылке в описании и оставляйте свои заявки, они вам совсем помогут. Отвечу сразу же на последний или первый вопрос. Отправить заявку на поступление в Словакию в каждом году нужно не позже, чем до 28 февраля определённого года. То есть, например, сейчас 22 год, сейчас 22 год, и если вы хотели куда-то поступить на обучение, на первый курс зачислиться на академический учебный год 2022-2023, то есть начать обучение с 1 сентября 2022 года, то вы уже опоздали, потому что заявку нужно было собрать, заполнить, отправить почтой физической, а не электронной. Это всё нужно было сделать до 28 февраля и так далее. Если вы хотите поступить в следующем году, то есть получается уже через год, на академический год учебный 2023-2024, и начать обучение условно с 1 сентября 2023 года, то свою заявку, своё заявление вы должны отправить в соответствующий деканат, ректорат этого университета на студенческое отделение, как оно тут называется, штудейное отделение, до 28 февраля, соответственно, этого следующего года, 2023. Вот, это очень крайне задаваемый, крайне часто задаваемый вопрос. Несмотря на то, что я уже об этом говорила, повторюсь ещё раз, пожалуйста, не путайте. Да, да, я понимаю, это неудобно. Мне тоже жаль, что так выходит, что, во-первых, в Словакию нельзя поступить до 18 лет, потому что здесь студенты заканчивают обучение в школе, то есть учреждение какого-то среднего образования обычно только лет в 19, а то и в 20, и то, что вы можете закончить школу в 16 лет, как я, или в 17, это для всех нонсенс, в голове не укладывается, ну и вас просто не возьмут. Да, конечно же, тоже грустно и неудобно, что вот вы закончили школу, я не знаю, летом 22 года, и вам сейчас 16 или 17, а даже если и 18, но вы уже не можете и не успеваете начать обучение с сентября, с осени этого же года, потому что вы не знали о том, что нужно было отправить заявку ещё полгода назад. Да, это так, это неудобно, это грустно, но что имеем, то имеем. Теперь перейдём к документам, которые нужны для поступления. Начнём, пожалуй, с денег, вроде как независимо от того, есть ли в вашем университете вступительные экзамены или их нет, а в большинстве словацких вузов вступительных экзаменов нету, вы всё равно должны заплатить госпошлину, либо за попытку сдачи этого вступительного экзамена, либо просто за сам факт того, что вы отправляете это заявление на поступление. Эта госпошлина обычно составляет 80 евро. И вместе со своим заявлением... О, это заявление — это вообще другая история. Оно заполняется, делается, осуществляется через сайт Эприклажка, то есть это заявление, оно сначала заполняется всё, изготавливается вами в электронном виде, потом вы распечатываете последнюю вроде бы стране. Я ещё раз оставлю в описании к этому видео ссылку, в принципе, и на это заявление, и на информацию, например, которую я озвучиваю и к поступлению на мой конкретно факультет, но она обычно платит справедливо для всех факультетов Каменского. Да, так вместе с ним вы должны отправить обычной почтой, вы должны отправить подтверждение о том, что вы заплатили эту госпошлину по 70. Также вы должны получить справку от врача словацкого о том, что вы пригодны к обучению в университете. Об этом я рассказывала вот в этом видео. Это вообще чисто формальная процедура, не нужно не сдавать кровь, ничего вообще делать, не проходить никаких врачей. Ну, это всё надо было делать для получения ВНЖ словацкого, о чём я тоже говорю в этом видео. Но чисто для поступления в университет. Вы просто платите 5 евро, вам дают маленькую бумажечку, и всё. Врачу как бы даже плевать, кто вы, как вас зовут. Просто платите 5 евро, вам дают эту бумажку. Ну, так это работает. Хорошо это или плохо. Также вам нужна официально заверенная копия нотариальная вашего аттестата о том, что вы получили среднее образование, закончили школу, лицей, гимназию, что угодно. Если вы закончили школу, колледж, лицей уже в Словакии, то, естественно, вам не нужно никак переводить на словацкий язык. Но если вы её закончили в Белоруссии, в России, в любой другой нашей русскоговорящей стране, то вам ещё нужно пройти и прекрасный процесс нострификации, который тоже проходится, в общем-то, здесь, в Словакии, по адресу Tomashikova, 46, если я не ошибаюсь. Месяц-два на это надо потратить. Лучше хотя бы месяц резервировать себе на это. Чтобы нострифицировать ваш диплом, ваш аттестат, перевести его на словацкий также и перевести все оценки ваши из пятибальной, десятибальной, двенадцатибальной и другой бальной в словацкую, где один — это самая хорошая оценка, колл, прекрасно колл, а пятёрка — это вообще очень плохо. В общем-то и всё. Суть в том, что до 28 февраля года, в который вы собираетесь поступать, эта структура, ваш будущий университет должен получить вот этот вот комплект бумажек полный. Да, вы можете подавать сразу несколько заявок на разные факультеты одного и того же университета, да, и вообще, в принципе, в разные университеты. Тут границ никаких нет, граница только ваше воображение. Сколько хотите, столько и подавайте, но за каждого вы будете платить так 80 евро. Самое главное — успеть собрать этот весь пакет и отправить до 28 февраля. То есть к этому времени вы должны уже закончить школу, получить это полное среднее образование. К этому моменту вы должны уже перевести ваш аттестат и свидетельство о рождении. Тоже очень важно, свидетельство о рождении ещё. На словацкий язык оценки перевести из вашей системы в словацкую систему. Всё это нотариально заверить, естественно, каждый перевод. И потом ещё вместе с аттестатом, уже переведённым и нотариально заверенным, пройти ещё процесс нострификации, твердить его вот в специальном этом учреждении. То есть что это вообще значит? Что такое нострификация? Нострификация — это такой официальный процесс признания вашего аттестата, диплома, в случае поступления в университет вашего аттестата в чужой для вас стране, то есть в данном случае в Словакии. Без этого, увы, к сожалению, никуда. Вот такой вот список всех документов, необходимых для поступления в Словакии. Надеюсь, я объяснила всё предельно ясно, нигде вас не запутала. Если вдруг вы заметили в моём рассказе какую-то ошибку, если я что-то перепутала, что-то сказала не так, то обязательно исправьте меня в комментариях. И в целом можете написать какую-то вашу историю, ваш отзыв, что-то посоветовать людям, которые поступают, если вы, как я, уже учитесь в Словакии. И да, ещё раз говорю, все ссылки нужные оставлю в описании. И, в общем-то, всё. Таким получилось это видео. Надеюсь, оно было для вас полезным и интересным. Подписывайтесь на мой канал и смотрите другие видео на тему Словакии и медицины. А также подписывайтесь на мой инстаграм. Здесь я maybemaya, там я maybemuse. Мне будет очень приятно. И, конечно же, смейте, сияйте, следуйте за мечтой вместе со мной. Пока-пока. Пока.